Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о новинке от компании Moon. Модель называется Resia Combi. Об этом бренде на моем канале уже есть обзоры. И если вы их видели, то наверняка заметили, что я хорошо отзываюсь об этом бренде, потому что действительно хорошие коляски делали. Если не видели, пройдите, посмотрите. На моем канале просто наберите этот бренд, то они сразу выскочат эти ролики, поиски. И посмотрите, действительно классный бренд, качественный бренд немецкий. И предлагает очень хорошее соотношение цены и качества. И эта коляска конкретно, я сначала ее изучал и потом только узнал цену. Я думал, что она будет ощутимо дороже. Очень приятно удивился цене. Качество здесь великолепное, цена прекрасная. На сегодняшний день, сейчас 19-й год у нас, и за эти деньги трудно что-то лучше предложить, короче говоря. Вот, ну давайте изучать. Комплектация 2 в 1. Изучим сначала с люльки, а потом перейдем к прогулочному блоку и шасси в конце с вами рассмотрим. Так, что касается люльки, да и вообще в целом, технические характеристики, сантиметры, килограммы, граммы, все это вы увидите по ссылке в описании к этому видео на сайте Первая коляска. Все расписано. Там это вы можете взглянуть. Так, смотрите, что касается люльки. Сразу скажу про ткань. Ткань, на самом деле не так часто я вижу подобную ткань. Это типа что-то такое мешковины на дорогих неплохих диванах такое бывает. И у некоторых брендов колясок тоже можно встречать такую ткань, но очень редко. Ткань действительно классная, приятная, такая плотная, не тонюсенькая. Ну, естественно, непродуваемая, непровокаемая, все в этом духе. Вот, что касается козырька. Здесь мы видим козырек, вот он он, но можно сделать вот так и сделать козырек еще больше. Козырек действительно получился очень неплохой. Для тех, кто любит ребенка там закрыть со всех сторон, чтобы там никто даже на него, не дай бог, не взглянул, пожалуйста, вот такой есть вариант сделать. Так, не надо, спокойно просто закрываем козырек и все. Также мне понравилась еще дополнительная секция в козырьке, которую можно задвинуть и выдвинуть. Все, в этом плане все отлично. Люлька достаточно вместительная, но точные размеры пройдите, посмотрите в описании. И дно, кстати, в люльке деревянно используется, кому это важно. Что мне очень сильно понравилось, так это матрас. Матрас здесь толстый. Вот вы видите, вот за изголовье он, ну, обычно эта толщина в два раза меньше на в колясках была. Здесь чуть ли не, как будто два матрасика сложили. Но у ножек чуть потоньше. В этом плане они сделали здесь вот так. Ну, он мягенький, ткань внутри классная, приятная. Так, люльки, кстати, вот эта накидочка, она на замочке. Поэтому щелей там, где продует, еще чего-то такого не будет. Так, про люльку поговорили. Здесь просто много особо не расскажешь. Так, убираем люльку. Стороночку. Так, смотрите, в комплекте, чтобы поставить люльку, будут идти вот такие два адаптера, которые поднимут ее выше. Если ставить вниз, во-первых, не поставить и без них. Но если бы можно было, она была бы слишком низко. Поэтому на адаптеры ставим. Так, смотрите, что касается прогулочного блока. Он, естественно, реверсивный. И туда, и сюда можно ставить. Что касается веса. 10 килограмм весит с прогулкой, 11,8 с люлькой. По сути, это вес обычной прогулки книжки. Ну, бывает, конечно, полегче, но обычно это в 10-12 килограмм. Если она полноразмерная и нормальная. Так, что касается самого блока. Так, блок здесь у нас достаточно большой. Регулируется спинка у нас вот таким образом. Так, и вот смотрите, вот это вот я сейчас поставил вам наглядно, чтобы было видно. Здесь нет 90 градусов. И наклон небольшой есть. Кому это важно, сейчас посмотрим, может, в градусах здесь есть. 120, и когда кладем 170 градусов, получаем. Ребенок у нас крепится здесь, пристегивается пятиточечными ремнями с реально мягенькими накладками на плечевой зоне. Обычно это как сок тряпочки. Тут хорошая мягкая ткань на паховой зоне. Бампер у нас тоже помогает обезопасить ребенка. Есть перегородочка такая на бампере. Бампер откидывается как калитка, чтобы посадить ребенка. Это реально круто. Как бы вы плюсуйте, плюсуйте. Да, уже сколько плюсов всего лишь вот в этой части. Так, подножка. Естественно, регулируемая. Так, козырек. Козырек тут очень-очень даже приличных размеров. Опять же, есть дополнительная секция, чтобы можно было его увеличить. Можно ее закрыть, если не надо. И смотровое окошко здесь тоже есть. И закрывается оно накидочкой с магнитом. Без всяких липучек. Что касается, шумный он или нет, небольшие звуки он издает. Просто я знаю, уже много раз встречал родителей, для которых это вот такенный пункт, чтобы бесшумный был козырек. Немножко звук есть. Но если это вы делаете не в кромешной темноте и тишине, на улице это ребенок особо даже не услышит, потому что много посторонних шумов. Так, соответственно, про прогулку мы с вами поговорили. Давайте теперь изучим немножко шасси. Начнем с ручки. Ручка у нас, естественно, регулируемая по высоте. И регулируемая самым, на мой взгляд, правильным образом. Это у нас телескопическая система. Когда мы берем и выдвигаем ручку от коляски, а не просто наклоняется она вот таким образом. Тем самым люди с высоким ростом, у меня 186 см, мне по сути все коляски нормально, руки длинные, я не парюсь. Но кому как. Так, соответственно, чем выше человек, тем длиннее, естественно, ноги. И нужно отодвинуться от коляски, чтобы при ходьбе не пинать коляску. Здесь такой проблемы не будет. Идем дальше. Ручка обитая эко-кожей, это я уже отмечал. Бампер тоже в эко-кожей. Эко-кожа достаточно приятная такая, прям, ну, не то что супер дорогая на ощупь, но добротная. На ощупь очень даже ничего. Так, давайте теперь посмотрим на колеса. Колеса у нас здесь, зачем я так сделал? Так. Колеса у нас здесь резиновые. Они не дундувные, это просто резина. Спереди у нас колеса тоже резиновые с возможностью блокировки для плохой дороги. Давайте на амортизацию посмотрим. Спереди у нас есть, сзади амортизация тоже есть. Что касается тормоза, нажимаем. И плохо, что нужно обратной стороной обуви отжимать, чтобы спустить с тормоза. Это не очень хорошо. Так, багажник. Что касается багажника, здесь получается, что с обратной стороны доступ в него, ну, его нет. Короче, только спереди есть хороший доступ в багажник. Но если у нас прогулка и опущена подножка, то в багажник добраться тяжело. Придется все-таки подножку поднимать. И здесь уже он реально большой, крепкий. Тут вообще без вопросов. Дно у нас с вставками твердыми, чтобы он не прогибался. В этом плане грамотно все сделано. Так, в принципе все. Давайте теперь посмотрим, как эта колясочка складывается. Сейчас я при вас попробую ее сложить с прогулочным блоком. Я, если честно, ее складывал просто раму с прогулочным блоком, даже не пробовал. Мы сейчас с вами вместе это сделаем. Ну, у меня что-то какие-то сомнения, что это мы не сможем сделать. Потому что... Потому что здесь у нас получается, что... А, нет, все нормально. Все у нас получается. Так, соответственно, с прогулочным блоком у нас все прекрасно складывается. 10 килограмм. И колясочка, напоминаю, с реверсивным блоком и по ходу, и против хода можно ставить. И вот что мы имеем. Ну, реально, прикольно. Так, смотрите. Раскладываем. И давайте я сейчас сниму блок. И попробуем сложить ее без блока. Здесь для этого интересная система есть. Кнопочка, ручка. Нам нужно ее провернуть. И за нее же держим и просто поднимаем. И она, соответственно, имеет вот такую вот в итоге конструкцию. Можно у нас, получается, и с прогулочным блоком складывать, и без него. Без него, естественно, она компактнее получается. Но блок придется класть как-то отдельно. Это тоже, на самом деле, не очень удобно. Лучше вместе складывать. Так. В итоге, что мы имеем? Как я уже говорил, колясочка. Подытожим, короче говоря. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Подытожим. Как я вначале сказал, у Муна практически все всегда мне нравится. У них модельный ряд не очень большой. Ну, достаточно. Там, по-моему, четыре коляски, если память не изменяет. Но, реально, что не коляска, то классная. Потому что придраться, учитывать цену, ну, очень сложно, на самом деле. Вот. Плюс эта коляска, например, чем мне понравилась, в отличие от других моделей. Она более компактная. Как вы видите, классно складывается. У нее нормальный прогулочный блок, нормальная люлька. Очень неплохое качество. В принципе, все регулируется. Амортизация есть. Багажник, правда, доступ не сильно удобный, если прогулка. Но жить можно. Это, на самом деле, не так уж и принципиально. Вот. В принципе, все отлично. Поэтому, почему бы ее вам не рекомендовать для рассмотрения, если вы ищете себе колясочку два в одном. Я считаю, ну, просто бежать и покупать. Вот. Поэтому, смотрите, изучайте. Выбор, естественно, как всегда, за вами. А я лишь могу поблагодарить вас за то, что посмотрели этот обзор. Если он вам был полезен, интересен, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И в заключение хочу поблагодарить первую коляску за то, что предоставили на обзор на Мун коляску. А вам хочу пожелать всего доброго. Пока.